С 3 по 11 июля в Латвии будет проходить престижный чемпионат мира У-19 по баскетболу, групповые турниры которого состоятся и в Даугупилсе, в Даугупилском Олимпийском центре. Подготовка к этому событию идет полным ходом. Обновляется паркет, готовится разметка, ремонтируются раздевалки. В стенах ДОТ состоятся игры восьми команд из двух групп, в числе которых будут сборные Латвии и Литвы. Сейчас перед Даугупилским Олимпийским центром стоит задача по приведению баскетбольной площадки к стандартам ФИБО. Для этого нужно не только подготовить покрытие, но и дополнить систему игрового табло, а также игровых колец. В принципе, 12-й год работает Олимпийский центр и такой масштабной реконструкции пола не было. Мы снимем, выровняем все и заново всю разметку нанесем и все перекрасим, так что пол будет выглядеть как новый. Что касается табло, то мы в принципе в процессе приобретения необходимого оборудования, которое бы соответствовало ФИБО правилам для высокого уровня соревнований. Оно останется у нас и в дальнейшем его смогут использовать наши спортсмены. Тренировки спортсменов будут проходить как в самом ДОЦ, так и в новом спортзале Польской государственной гимназии. Всего в Даугупилск приедет несколько сотен человек, не считая болельщиков. Однако вопрос об их присутствии на трибунах до сих пор остается открытым. Игры двух групп будут проходить в Даугупилске уже с 3 июля, а плей-оффы и финал пройдут в Риге. Между тем, согласно решению правительства, Даугупилск Олимпийский центр вскоре сможет возобновить услугу открытого доступа в тренажерный зал и бассейн. Сейчас это возможно только для участников спортивных сборных. Но с 1 июля привести себя в форму смогут все те, кто имеет полную прививку, переболел коронавирусом или имеет на руках недавно сделанный отрицательный тест на COVID-19. При этом ряд ограничений по количеству человек в помещениях пока останется в силе. Больше информации об этом можно найти на официальной странице центра в Facebook. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.